осуществили запуск в космическое пространство первого в мире искусственного спутника земли с детства космос казался мне чем-то загадочным и невероятно классным местом смотря на далекие звезды я всегда мечтал побывать на них полететь на луну и посмотреть на землю с этого ракурса как на маленькую голубую планету где не видно людей можно отдохнуть и почувствовать себя лучше а потом я начал знакомиться с фильмами и мультиками про него никогда не забуду момент когда увидел на стс звездные воины еще на пузатом телеке это был первый эпизод скрытой угрозы мне очень нравились инопланетяне джедаи их корабли я всегда с трепетом смотрел за битвами на световых мечах переживал за смерть квай гона от рук дартомола и всегда себе хотел световой меч который сам раскладывается когда я нажимаю на кнопку а потом мне подарили игру про звездные воины но они тогда были в лего вариации возможно вы помните игра начиналась из барон ду ты не где мог помочь спасти галактику от злых ситхов помню что всегда себе хотел дом с чердаком и стеклянным окошком чтобы смотреть как ночь постепенно спускается луна становится все ярче а я засыпаю с мыслями что ем сырную луну как пес громит и прыгаю на ней вместе с космическими коровами обожал мишек из рекламы хлопьев всегда было интересно куда они попадут дальше и никогда не пропускал эту рекламу но когда подключили кабельная а для меня началась новая эра изучения космоса я старался не пропускать ни одной программы national geography запоминал название звезд планет и других космических объектов всегда был в восторге когда на уроке географии рассказывали о космосе мечтал посетить планетарий и завидовал героям мультфильмов которые там оказывались ждал когда мне уже подарят телескоп я смогу глядеть на звезды к сожалению так и не подарили а когда увидел по дважды во первую серию футурамы мой восторг и словами нельзя было описать мог наизусть рассказать любую серию первой сезона мои родители мои сослуживцы моя подружка я больше никогда их не увижу в общем обожаю космос пока не пришло небольшое осознание всей ошибочности с которой мне его показывали и стало очень страшно большой взрыв это не взрыв в обычном понимании а скорее модель созданная для объяснения наблюдаемой информации о вселенной интерес космоса у человечества начался с астрономии например кочевые племена научились использовать луну солнце и другие светила для навигации во время своих путешествий а земледельцы первобытного общества должны были учитывать при полевых работах смену времен года отмечая изменение положения солнца и определенных звезд на ночном небе позднее люди стали нуждаться в измерении времени и составление календарей что и помогло для развития астрономии в будущем человечество развивалось и решало все новые и новые задачи которые требовали более точных методов наблюдения расчетов начали создаваться простейшие астрономические инструменты и математические методы к примеру в древнем китае движение солнца и луны были изучены настолько хорошо что они могли предсказывать наступление солнечных и лунных затмений ну а потом шумеры подсуетились и сделали календарь состоящий из 12 месяцев а вот египтяне заметили что разливы нила наступали как восходил сириус это звезда такая древнегреческая астрономия завершается системой птолемея а европа погружается в феодализм и христианство что приводит к упадку естественных наук в период когда астрономия находилась в немного затрудительное положение ее развитие было продолжено у арабов и народов средней азии и великие астрономы такие как альбатани бируни улокбек да не тот и другие усердно работали над продвижением астрономии благодаря международной торговле возрастала необходимость в совершенствовании астрономических знаний и время эпохи великих географических открытий происходит революция в астрономии благодаря копернику он разработал геляцентрическую модель вселенной которая была опубликована в год его смерти далее кеплер открыл закон движения планет а в 1687 году ньютон опубликовал закон всемирного тяготения и все такие бум и сразу притягиваются но дальше люди изобрели спектральный анализ космические корабли запустили сотни спутников и готовят миссии на другие планеты но для того чтобы нормально дышать в космосе нужны скафандры очень неудобны потому что они должны защищать космонавтов от космического холода и радиации и даже несмотря на то что человечество значительно продвинулась в их уменьшение и повышение удобства для их надевания все еще требуется больше одного человека но мельеса в начале двадцатого века это не останавливало и фильм путешествия на луну после удачного выстрела из пушки космонавты спокойно ходят по лунной поверхности дыша полной грудью следующий фильм также про наш спутник женщина на луне режиссер фрис ланг позаботился и дал космонавтом несколько баллов с воздухом в этом же фильме была попытка показать невесомость но получилось правда не очень в отличие от светского фильма 1935 года почему тоже про луну но консультации им проводил сам циолковский и благодаря ему в этом фильме показана правдоподобная нулевая гравитация хотя в ванны для погружения были все же лишними не отходя далеко от кассы фильм гравитация альфонсо куарона уже чуть позже чем 1935 год и местами он показан очень хорошо и захватывающе новый год драматичности можно и пренебречь законами физики так они и поступили ковальски разрезает свой конец троса и спасает жизнь стоун хотя стоун могла просто подтянуть конец троса и все но видимо она не очень любит пингвинов один из способов создания гравитации это вращение корабля вокруг продольной оси в таком случае центробежная сила заменяет ее такой способ выбрали в фильме пассажиры 2016 года ну и понятное дело что гравитацию нельзя включить или отключить нажатием кнопки для этого потребуется очень много энергии но и в тех же пассажирах чужом да даже в космической одиссеи космонавты отправляются в очень длительное путешествие по космосу и мы встречаем главную проблему это смертельно опасная концентрация радиации особенно если космонавты находятся в крясне но не будем расстраиваться раньше времени все мы хотим отправиться в космический круиз полетать по планетам пофоткать огромные ураганы на юпитере посмеяться над маленьким плутоном найти пришельцев на марсе и я уверен что первый кто это сделает будет главный враг суперменом даже несмотря на это фильм про звездный круиз 42 года показывает нам что если мы отправимся в космос всего на две недели то на земле пройдет 25 лет а что неплохой способ выйти за хлебом но к сожалению время работает не так вот эти ребята подтвердят но не будем забывать что в космосе есть еще вот такие штуки да это черные дыры и за математически верную модель спасибо нолану и кипу торну и черные дыры реально могут искажать время ну или превратить себя в спагетти да и получить квантовые данные из черной дыры невозможно как это хотел сделать макконахи даже несмотря на всю крутизну межзвездных перелетов как в интерстеллере звездных воинах чужом тех же пассажиров и во многих других космических фильмах их не получится совершить я уже говорил ранее о космической радиации даже если преодолеть ее то потребуется очень много поколений чтоб пересечь галактику или долететь до ближайшей звезды и даже если мы разгоним корабль почти до скорости света то любой самый маленький метеорит разнесет наше судно на миллионы маленьких тисичек о чем я там еще не рассказал ах да космические судны не могут летать как самолеты в космосе на земле присутствует воздух и можно оттолкнуться от него в космосе же такой роскоши нет и придется ставить дополнительные турбины чтобы маневрировать космической пустоте еще один момент если запустить объект в космосе то он будет двигаться бесконечно пока не столкнется с чем-то что может его остановить или разрушить это классно показано футурами где бендера запустили в космос а он пытался себя замедлить в космосе невозможно разговаривать в режиме реального времени как это показано в космической одиссеи кубрика нет конечно мкс интернет есть но только на прием а вот на дачу и чтобы загрузить смешную картинку или по споре с плоскоземельщиками потребуется много времени так вот если бывают задержки в дискорде или при звонке в телеграме то представьте какая будет задержка если человек с вами разговаривает ну например с нептуна на самом деле видео было сделано в первую очередь чтобы поразмыслить над пустотой космоса и вы такие да чё там обсуждать и так все понятно я тоже в детстве так думал но меня поразило насколько редко мы задумываемся о тишине и ведь звуки всегда нас окружают музыка играет наушниках колонках да даже торговых центрах на звуки же с нами постоянно рев машин сигналы разговоры мелодия города который мы привыкли мы встаем от звука будильника и ложимся когда блокируем телефон ну а теперь представьте что всего этого нет есть только тишина и ваше дыхание и мы боимся столкнуться с пустотой посмотрите как космос показана в одиссея кубрика как весь звук исчезает оставляет только дыхание и страх потому что только так можно понять космос там нет ничего и никого только радиация и жуткий холод и нам не получится при жизни долететь до ближайших галактик и как бы человек не пытался покорить эту пустоту скорее всего ничего не выйдет и пустота точно покорить нас космос прекрасное место на экранах моментами даже слишком он завораживает и ты хочешь погрузиться в него с головой рассмотреть телескоп каждую звездочку и планетку подняться на чердак и наблюдать за красивым ночным небом но потом приходит осознание что в космосе никто не услышит твой крик а